В Киев приехал скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт. В эти минуты начался его концерт, перед ним музыкант согласился дать эксклюзивное интервью подробностям и даже поделился секретом своего успеха, что рассказал об этом в нашем материале. Его выступление собирает сотни тысяч зрителей по всему миру. Он превосходно играет Баха и Вивальди, при этом виртуозно исполняя рок-хиты «Металлики» и «Нирваны». В Киев приехал Дэвид Гарретт. Я с радостью возвращаюсь в Украину. Выступление здесь – чудесный опыт. В этот раз я приехал с особенным шоу. Мы с командой объединили в программе абсолютно разные музыкальные жанры. Зрители услышат авторские композиции и такие любимые хиты Эминема и Колдплей. Для многих музыкантов он настоящий герой, потому что возродил интерес миллионов людей к классической музыке и скрипке. Но в жизни Гарретт не похож на скрипача, скорее на рокера. Еще подростком он увлекся песнями ACDC, Queen и других рок-групп. Как вам удалось соединить классическую музыку и рок? Будет ли что-то подобное на вашем концерте в Киеве? Конечно, я буду играть с рок-ансамблем. Вы услышите гитары, барабаны. Это традиционный рок-н-рольный набор. Если вы говорите не о классике, на мою судьбу как музыканта очень повлияла рок-музыка. Я был большим фанатом великой группы ACDC – Джимми Хендрикса. А вот когда вы исполняете классическую музыку, то должны быть переводчиком, который служит композитору. И при этом важно оставаться самим собой. Уже ребенком он стал знаменитым. В 10 лет мальчик выступает с оркестром. А в 19 Гарретт решает переехать в Нью-Йорк без поддержки родителей. Там поступает в престижную школу музыки. Сегодня Дэвид советует другим музыкантам верить в себя, работать и не реагировать на критику. Не оглядывайтесь назад или по сторонам. Фокусируйтесь на своем музыкальном развитии. Музыка – очень длинное путешествие. Обучение длится много-много лет. Это требует дисциплины. И если вы действительно любите то, чем занимаетесь, это и есть самый большой успех. В 2007 году талантливый музыкант даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Он исполнил знаменитую интермедиу римского Корсакова «Полет шмеля» за 66,5 секунд. Но всемирный успех пришел в 2013-м после фильма о великом маэстро Паганини, где он сыграл главную роль. При всех своих достижениях Гарретт признался, его успех вовсе не в гонорарах или толпах поклонников. Дэвид мечтает, чтобы каждый человек в мире наслаждался музыкой, так же, как и он сам. Наталья Шумакова, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok